Невероятное, но очевидное. В Бресте мужчина ночью проник в квартиру к пенсионерке и снял со спящей 63-летней брещанки 5 золотых колец и браслет. Все банально. Откликнулся на просьбу женщины устранить поломку. Кстати, не устранил, но угостил ее спиртным. Когда алкоголь закончился, он попрощался и ушел. Спустя время, когда понадобились еще деньги, вернулся и ограбил. Сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД города Бреста был задержан 47-летний брещанин, который ночью проник в квартиру пенсионерки и похитил 5 золотых колец и золотой браслет. Личность злоумышленника удалось установить с помощью записей камеры системы видеонаблюдения. И благодаря грамотным действиям оперативников правонарушитель был задержан. Мужчина успел отнести похищенное имущество в ломбард, а деньги потратить на спиртное. Действием фигуранта дана правовая оценка, похищенное изъято. На Брещене задержаны четверо закладчиков интернет-магазина. Спецоперацию по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, провели и противники наркоконтроля ОВД Брещена и территориальных подразделений. Задержана группа закладчиков одного из крупных интернет-магазинов, действующих на территории области. Из незаконного оборота изъято 200 грамм особо опасного вещества параметилофедрон. Четверо задержанных молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет признали, что осуществляли как курьерскую деятельность по доставке наркотика из других областей, так и размещение закладок. Стаж работы в магазине у каждого разный, от недели до двух месяцев. Причина, по которой они стали заниматься преступной деятельностью, тривиальна – желание заработать легкие деньги. Со слов самих задержанных, магазин обещал быстрое обогащение и массу свободного времени. В последующем же оказалось, что заработок не тот. Более того, в целях удержания все деньги не выплачивались и относились к ним как к расходному материалу. За совершенное преступление задержанным грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Завершен ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве брещанина. По данным следствия, вечером 15 марта текущего года поступило сообщение об обнаружении тела 61-летнего жителя Бреста без признаков жизни по месту жительства. Следственная оперативная группа со специалистами Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и Брестского межрайонного отдела выбыла на место происшествия. При осмотре тела установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Она наступила от колото-резаной раны шеи, сопровождающейся острой кровопотери с развитием геморрагического шока. В ходе расследования уголовного дела установлено, что хозяин квартиры в тот день употреблял спиртные напитки вместе со своим 46-летним знакомым. Между ними возник конфликт. Гость взял ножницы и ударил ими потерпевшего в шею, после чего он лег спать. В Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен ряд судебных экспертиз, в том числе 8 биологических и генетических, в ходе которых на объектах, изъятых с места происшествия, был выявлен биологический материал обвиняемого. Также в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения шеи, сопровождавшегося острой кровопотерей. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний, а также руководить ими. Заключение экспертов направлено для приобщения к материалам уголовного дела. Подробности в сюжете Людмила Логодич.